В результате новым собственником чулочной трикотажной фабрики стал ООО «Сбербанк Капитал». Сотрудники могли бы продолжить работу на предприятии в том случае, если нынешние арендаторы выкупят арендуемое имущество и оборудование. Переговоры об этом ведутся, но исход пока не ясен. «Сбербанк Капитал, и, соответственно, этот новый собственник заинтересован в том, чтобы продать этот имущественный комплекс как бизнес, как предприятие. Те, кто будет его приобретать уже как предприятие, это, безусловно, первый из кандидатов – это те арендаторы, которые на сегодняшний день осуществляют там производство. То есть это ООО «Чулочная трикотажная фабрика». Теоретически увольнения должны были начаться сегодня, но, как стало известно, для некоторых сотрудников фабрики срок сокращения отодвинут на две недели. Впрочем, основная масса работников подлежит увольнению и уже ищет работу. К проблемам трикотажников подключилась служба занятости. С лета на предприятии велись выездные приемы и консультации. Уже прошла ярмарка вакансий. Они, конечно, до последнего дня верили в то, что все-таки там у них производство наладится. На данный момент, как уже было сказано, более 700 вакансий швей, портных и так далее. То, что касается этого, у нас это есть. И мы вполне можем, значит, помочь. Возможно, уволенных сотрудников фабрики трудоустроит новый собственник. Министр экономического развития признался, что он оптимист по натуре и надеется на благоприятный исход. Будет юридический факт увольнения, но это увольнение превратится все-таки для самих работников в небольшой выпуск заслуженный. А после этого они будут трудоустроены на новое предприятие, но вернутся на свои старые рабочие места. «Надеюсь на лучшее, готовься к худшему», – гласит английская пословица. Впрочем, Алексей Табаков придумал к ней свое продолжение. И лучшее само придет. Как заявляют в Министерстве экономики, фабрика возродится, весь вопрос – когда. Данифа Тагирова, Андрей Спиридонов, Республика. Данифа Тагирова, Республика.